Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 6 октября. Житие и страдания святого апостола Фомы. Святого апостола Фома, называемый Близнец. Фома в переводе с еврейского значит Близнец. Иначе он именовался Дидим, греческое слово, обозначающее то же самое. Родился в гавилейском городе Паниаде, северная часть Палестины. Когда Господь наш Иисус Христос во время своего пребывания на земле с людьми проходил по городам и селениям, до самых его спасительных страданий. По воскресенье же Господа святой Фома своим недоверием к словам других апостолов об этом еще более усилил веру в Церкви Христовой. Ибо в то время, как прочие ученики Христовой говорили, видели Господа, он не хотел им поверить, да коли сам не увидит Христа и не прикоснется к его язвам. Спустя восемь дней по воскресенье, когда все ученики собрались вместе и Фома был с ними, Господь явился им и сказал Фоме, «Простри перст твой сюда, и осежи руки мои, и прости руку твою, и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Увидев Христа и прикоснувшись к живоносным его ребрам, Фома воскликнул, «Господь мой и Бог мой!» Иоанна 20, 24. Это событие с Фомой самым наглядным образом убеждает всех в истинности воскресения Господня, потому что Христос явился ученикам не как призрак и не в ином каком-либо теле, но в том же самом, в котором пострадал ради нашего спасения. После возвещения Иисуса Христа на небо и сошествия Святого Духа апостолы бросили между собой жребий, куда каждому из них идти для проповедования Слова Божия. Фоме выпал жребий идти в Индию, чтобы просветить помраченное язычеством страны и научить истинной вере различные обитавшие там народы – Парфиан и Медян, Персов и Геркан, Бактрийцев и Брахманов и всех самых дальних обитателей Индии. Индией в современном географическом смысле называется южная часть азиатского материка, заключающая средний из всех южных полуостровов материка. Фома очень скорбел о том, что он посылается к таким диким народам. Но ему явился в видении Господь, укрепляя его и повелевая быть мужественным и не страшиться, и обещал сам пребывать с ним. Он скоро указал ему и возможность проникнуть в сие страны. Царь индийский Гундафор, желая выстроить себе дворец как можно искуснее, послал купца своего Авана в Палестину, чтобы он поискал там такого искусного строителя, который был бы опытен в постройках и мог бы построить такие же палаты, какие были у римских императоров. С этим самым Аваном Господь и повелел Фоме идти в индийские страны. Когда Аван искал искусственных архитекторов в Тониаде, Фома встретился с ними и выдал себя за человека опытного в строительном искусстве. Аван, наняв его, вошел с ним в корабль, и они отправились в путь, пользуясь благоприятным ветром. Когда они пристали к одному городу, то услышали здесь звук трупа иных музыкальных инструментов. Царь этого города отдал замуж свою дочь и послал глашатаев оповещать по всему городу, чтобы на бракосочетание собирались и богатые, и бедные. Рабы и пришельцы, а если кто прийти не захочет, тот будет подлежать царскому суду. Услухав этого Аван самого, боясь как пришельцы разгневать царя, если не послушать его, пошли на брачное торжество во двор царские. Когда все уселись и стали веселиться, апостол сел на самом последнем месте и ничего не ел, не принимал участия в веселье, но погрузился в размышления. Все смотрели на него как на странника и на племенника. Те же, кто возъезжали рядом с ним, говорили ему, «Зачем ты пришел сюда, когда не ешь ничего и не пьешь?» В древности как у иудеев, так и у других народов было обычай не сидеть, а возъезжать за трапезой. Апостол сказал в ответ, «Я пришел сюда не для того, чтобы есть и пить, но чтобы исполнить волю царя, и боглашатые громко оповещали, что если кто не явится на брак, то будет подлежать царскому суду». В то время среди пировавших находилась одна женщина-еврейка, которая прекрасно играла на свирели, припевая каждому из возлежавших какое-нибудь приветствие. Увидев Фому, который не веселился, но лишь часто поднимал взоры на небо, она поняла, что он иудеянин. И, играя перед ним, пела ему на еврейском языке такой припев, «Един есть Бог иудейский, сотворивший небо и землю». Апостол же, слушая этот припев с удовольствием, просил ее несколько раз повторять те слова. Виночерпе, видя, что апостол не веселится, ударил ее по лицу, говоря, «Ты позван на брак, не будь же печален и веселись, присоединившись к пьющим». Тогда апостол сказал ударившему его, «Да воздаст тебе Господь за это еще в этой жизни, и я пусть увижу руку, ударившую у меня влачимую, псом напоказ многим». Несколько времени спустя ударивший апостол виночерпе вышел к колодцу, намереваясь принести гостям воды для разбавления вина. Там внезапно напал на него лев, повалил, умертвил его, и высосал из него кровь, удалился. Когда прибежали собаки, растерзали тело его на части, один черный пес, схвативший его правую руку, приволок ее на пир и бросил перед всеми. Все, присутствовавшие там, увидевшие это, пришли в ужас и спрашивали, чья это рука? Женщины же, игравши на свиреле, воскликнули, «Что-то необычайное таинственное совершается ныне у нас. Нами находятся в числе возбежащих или Бог, или посланник Божий. Ибо я видела, как я на сверке ударила одного человека и слышала, что этот человек сказал по-еврейски, «Пусть я увижу правую руку твою, злочимый цен на показ многим, что, как вы все видите, и сбылось». После этих слов на всех напал страх. По окончании пира царь, услыхав о происшедшем, призвал к себе святого апостола Фому и сказал, «Войди во дворец и благослови отданную замуж дочь мою». Апостол, войдя в опочивальню, стал получать новобрачных целомудрию и хранение чистого девства, и, помолившись за ним, благословил их и удалился. Во сне новобрачные увидали Иисуса, который явился и в образе апостола Фомы, и с любовью обнимал их. Муж, подумав, что перед ним Фома, сказал ему, «Ты вышел от нас раньше всех, каким образом ты снова очутился здесь?» Господь ответствовал, «Я не Фома, а брат его, и все отрекшиеся от мира и последовавшие за мною, так же, как и он, не только будут моими братьями в будущей жизни, но и наследуют мое царство. Итак, не забудьте, дети мои, того, что советовал вам мой брат. И если, согласно его совету, вы сохраните непорочным свое девство, то удостоитесь нетленных венцов в моем небесном чарторге». Пояснение. Такое превознесение девства нисколько не свидетельствует о том, чтобы и при брачном общении невозможно было спасение супругов. Но по учению древних отцов церкви, девственники, получат в царстве небесном высшую награду, согласно и апокалиптическому изображению, Откровение 14.1.5. Поэтому Господь, по своему божественному предвидению, зная духовные силы и способность к целомудренной жизни вышеупомянутых молодых супругов, посвящена исключительно Богу, и убеждает их сохранить свое девство. При всем по-греческому подлиннику мученических актов святого апостола Фомы, Господь указывал молодым супругам и на то, что дети, которые бы родились от них, были бы больные, злые и несчастные. Сказав это, Господь стал невидим. Они же, пробудившись от сна, рассказали друг другу то, что видели во сне. И, вставши, всю ночь усердно молились Богу. Слова же сказанные им хранили в своем сердце, как драгоценные жемчужины. Утром царь вошел в опочивальни, где находились новобрачные, нашел их сидящими отдельно друг от друга. В недоумении он спросил их о причине такого удаления друг от друга. Они же сказали ему в ответ, «Мы молимся Богу, чтобы Он дал нам силу до самой кончины нашей соблюдать в супружести совершенное целомудрие. В каковом пребываем теперь, чтобы быть зато увенчанными в небесном чертоге, нетленными венцами, как обещал явившийся нам Господь». Тогда царь понял, что сохранению девства убедил их странник, бывший накануне во дворце, чрезвычайно разгневался и тотчас послал своих слуг, чтобы они схватили апостола. Но они не нашли его, потому что он вместе с Аваном уже отплыл в Индию. Прибывши к индийскому царю Гундафору, они предстали перед ним. И Аван сказал, «Вот, государь, я привез тебе из Палестины искусственного строителя, чтобы он мог устроить палаты, какие угодно Твоему Величеству». Парь обрадовался, показал Фоме то место, где он хотел строить палаты, и, определив размеры их, дал ему большое количество золота для постройки, а сам отправился в другую страну. Фома, получив золото, стал раздавать его нуждающимся, нищим и убогим. Сам же, подвязаясь к проповеданию Евангелия, обратил многих к вере во Христа и крестил их. В то время тот юноша, который по совету Фомы обещал сохранить детство, вместе с женой своей, и услыхав, что апостол в Индии проповедует Христа, здесь и с ней прибыл к апостолу. Но ставлены святым апостолом христовой вере, они приняли от него святое крещение. Девица получила при этом имя Пелагии, а впоследствии провела кровь свою за Христа. Юноша же наименован был Дионисием и впоследствии удостоен цана епископа. Возвратившись к апостолским благословению в свое Отечество, они распространяли славу имени Божия, обращая неверных ко Христу и созидая в городах церкви. По прошествии двух лет царь послал к апостолу узнать, скоро ли окончится постройка палат. Апостол ответил посланам, что остается только положить крышу. Царь обрадовался и полагал, что Фома действительно строит ему на земле дворец. И послал ему еще много золота, повелевая поскорее соорудить для палат великолепную крышу. Фома получил еще золота, возвел очи и руки к небу, говоря, «Благодарю тебя, Господи, человека любче, что ты различными способами устрояешь спасение людей». И снова он раздал присланное царем золото тем, кто просил у него помощи, а сам продолжал усердно проповедовать Слово Божие. По прошествии некоторого времени царь узнал, что Фома даже еще и не начинал приводить в исполнение его повеления, что все золото рождено убогим, а строители не думают о постройке. Но, проходя по городам и селениям, проповедует какого-то нового Бога и совершает дивные чудеса. Царь пришел в сильный гнев и послал слуг своих схватить апостола. Когда святого апостола привели к царю, тот спросил его, «Выстроил ли ты палаты?» Фома отвечал, «Построил, и притом великолепные, и прекрасные». А царь сказал, «Пойдем же и посмотрим твой дворец». Апостол отвечал, «В жизни своей ты не можешь увидеть дворца сего, но когда отойдешь из этой жизни, тогда увидишь, и с радостью поселившись в нем, будешь жить там вечно». Царь, думая, что он смеется над ним, весьма оскорбился и повелел бросить его в темницу вместе с привезшим его купцом Аваном, где они должны были томиться в ожидании мучительной смертной казни. Царь намеревался содрать с них живых кожу и сжечь их на костре. Когда они сидели в темнице, Аван стал упрекать апостола, «Ты говорил, он обманул меня и царя, назвавшись искусственным строителем. И вот теперь ты истратил без пользы царское золото и жизнь мою погубил. Из-за тебя я страдаю и должен умереть злою смертью лютою. Царь жесток и умертвит нас обоих». Апостол, ажиотиша его, говорил, «Не бойся, для нас не настало еще время умирать. Мы будем живы и свободны, и царь почтит нас за те палаты, которые я устроил ему в царстве небесном». В ту же самую ночь царский брат заболел и послал сказать царю, «Из-за твоей скорби я также стал тосковать, а сей тоски впал в болезнь, от которой теперь умираю». Немедленно вслед за синим брат царя действительно умер. Старь, забыв прежнее свое озорчение, впал в новой скорби, неутешно рыдал о смерти своего брата. Ангел же Божий, взяв душу умершего, вознес ее в небесные обители и, обходя тамошнее селение, показывал ему многочисленные, великолепные и блестящие палаты, между коими одна была так прекрасная и блестящая, что ее красоты описать невозможно. И спросил ангел душу, «В какой из всех палат тебе волей угодно жить?» Она же, взирая на ту прекраснейшую палату, сказала, «Если бы мне было позволено пребывать хотя бы в углу той палаты, то мне ничего бы больше не было нужно». Ангел сказал ей, «Ты не можешь жить в сей палате, ибо она принадлежит твоему брату на золото, которое построил ее известный тебе пришлет Сфома». И сказала душа, «Прошу тебя, господин, отпусти меня к брату, и я куплю у него эту палату, ибо он еще не знает красоты ее, и потом, купив ее, я снова возвращусь сюда». Тогда ангел возвратил душу в тело, и умерший тот, что сожил, и, как бы пробудившись от сна, спрашивал окружавших его о брате, и молил, чтобы царь поскорее пришел к нему. Царь, услышав, что брат его ожил, весьма обрадовался и поспешил к нему, и, уверяя его живым, взялся еще радостнее. Воскресший же начал говорить ему, «Я уверен, царь, что ты любишь меня, как своего брата. Ты знаешь, что ты безутешно плакал обо мне. Если бы можно было освободить меня от смерти, то отдал бы за то даже до полцарства своего». Царь отвечал, «Да, это совершенная правда». «Если ты так любишь меня, сказал на это брат царя, то прошу у тебя одного дара, не откажи мне в нем». Царь отвечал, «Все, чем я владею в государстве моем, все даю тебе, любимому моему брату». И клятвою подтвердил свое обещание. Тогда воскресший брат сказал, «Дай мне палату твою, которую ты имеешь на небесах, и возьми за нее все мое богатство». Царь, услышав такие слова, пришел в смущение и молчал, как бы потеряв способность говорить. Потом он сказал, «Откуда у меня на небесах может быть палата?» Воистину отвечал брат царя, «На небесах есть такая палата, о которой ты не знаешь и какой ты никогда не видал во всей Поднебесной. Ее построил тебе Фома, которую ты держишь в темнице. Я видел ее и явился ее несказанной красоте. И просил поместить меня, хотя в одном углу ее. На этом мне не было дозволено, ибо водивший меня ангел сказал, «Нельзя тебе жить в ней, потому что это палата брата твоего, которую построил известный тебе Фома. Я просил ангела, чтобы он отпустил меня к тебе, чтобы купить у тебя ту палату. Итак, если ты любишь меня, отдай ее мне и возьми вместо нее все мое имение». Тогда царь возрадовался о возвращении брата к жизни и о палате, построенной ему на небесах. И сказал он воскресшему брату, «Возлюбленный брат, я плачу не отказать тебе ни в чем, что на земле мне подвластно, а той палаты, которая находится на небе, я тебе не обещал. Но если хочешь, то мы имеем жертву, который может построить такую же палату и тебе». Сказав, этот царь тотчас спасал в темницу слух, чтобы вывезти оттуда святого Фому вместе с приветшим его купцом Аваном. Когда они и есть к царю, тей последний поспешил навстречу к апостолу и пал ему в ноги, просял в него прощения за свой грех против него, содеянный им по неведению. Апостол же, возблагодарив Бога, начал учить обоих братьев вере в Господа нашего Иисуса Христа, и они, умиляясь душою, принимали с любовью слова его. Вскоре затем он крестил их и научил их жить по-христиански. А братья, многочисленными милостынями своими создали себе вечные обители на небесах. Пробыв с ними несколько времени и утвердив их святой вере, апостол пошел в другие окрестные города и селения, подвязаясь в деле спасения душ человеческих. В то время, когда Фома просвещал проповеди евангелия индийские страны, наступило время честного представления Божией Матери. Успение Богоматери было в 15-м году по Вознесении Господа или в 48-м году по Рождестве Христовом, по древнему общепринятому преданию. И все апостолы из разных стран восхищены были на облаках небесных и перенесены в Гессиманию, кодру преблагословенной девы. Тогда и святой апостол Фома был восхищен из Индии, но не поспел прибыть к самому дню погребения Бога прославленного тела Пречистой Богородицы. Это устроено было Божьим изволением для того, чтобы удостоверить верующих, что Матерь Божия с телом была взята на небо. Ибо как относительно воскресения Христова мы более утвердились в вере через Неверия Фомы, так относительно взятия на небеса с плотью Пречистой Девы Марии Богородицы узнали вследствие замедления Фомы. Апостол прибыл только на третий день после погребения и скорбел о том, что не мог быть в Евсимании в самый день погребения, чтобы проводить с прочими апостолами тело Матери Господа своего на место погребения. Тогда по общему соглашению святых апостолов до святого Фомы открыли гробницу Пресвятой Богородицы, чтобы он, увидев пречистное тело, поклонился ему и утешился в своей печали. Но когда открыли гробницу, то не нашли тело, а только одну лежавшую там плащеницу. И отсюда все твердо уверились в том, что Матерь Божия подобно Сыну Своему воскресла в третий день и с телом была взята на небеса. После этого Фома снова появился в индийских странах и проповедовал там Христа, обращая многих к вере знамениями, чудесами. Прибыв в Миляопор, это город на восточном Карамандельском берегу полуострова Индостана, он просветил там многих проповедей Евангелия и утвердил их в святой вере следующим чудом. На одном месте лежало необычайных размеров дерево, которое не только люди, но даже и слоны не могли сдвинуть с места. Фома же привязал к этому дереву свой пояс и на том поясе отточил дерево на 10 стадий. Это около стадии 88 стажен. Значит, 10 стадий это одна и три четверти версты и отдал на построение храма Господне. Увидев это, верующие еще более укрепились в вере и из неверовавших многие уверовали. Апостол сотворил там и другое чудо, еще больше первого. Один языческий жрец убил своего сына и обвинял в этом святого Фому, говоря, Фома убил моего сына. В народе поднимлось волнение и собравшись отолпа схватила святого Фому как убийцу и требовала, чтобы суд обрек его на мучение. Когда же не находилось никого, кто мог бы засвидетельствовать, что Фома не причастен к тому. Остал Христос стал умолять судью и народ «Отпустите меня, и я во имя Бога моего спрошу убитого, чтобы он сам сказал, кто убил его». Все пошли с ним к телу убитого жреческого сына. Возведя очи к небу, Фома помолился Богу и потом сказал мертвецу «Во имя Господа моего Иисуса Христа повелеваю тебе, юноша, скажи нам, кто убил тебя». И тотчас мертвец сказал «Мой отец убил меня». Тогда все воскликнули «Велик Бог, коего проповедует Фома». Апостол был освобожден и жрец таким образом сам попал в яму, которую выкопал для апостола. После этого великое множество народа обратилось к Богу и приняло крещение от апостола. Затем апостол пошел еще дальше в Каоломитскую страну, где правил царь Музди. Проповедуя здесь Христа, святой обратил к вере одну женщину по имени Синдикию, племянницу Мигдонии, жены царского любимца Коризия. Синдикия убеждала Мигдонии, чтобы она познала истину и уверовала во единого Бога, Создателя всей Вселенной, коего проповедует Фома. Тогда Мигдония сказала Синдикии, я хотела бы сама увидеть того человека, который проповедует истинного Бога и услышать от него его учения. Синдикия отвечала, если хочешь увидеть апостола Божия, оденься в плохую одежду, как будто ты простая и бедная женщина, чтобы тебе не быть узнаной, тогда пойдем со мною. Мигдония так и сделала и пошла с Синдикией. Они нашли апостола, проповедующего Христа посреди большой толпы простых и бедных людей. Вмешавшись в толпу, они стали слушать учения Фомы, который много говорил о Христе Господе и учил вере в Него, причем говорил также о смерти, о суде и деянии и о Царстве Небесном. Слушая все это, Мигдония умилилась сердцем и уверовала во Христа. Возвратившись домой, она все время размышляла об апостольских словах и, беседой с племянницей своей Синдикией о Христе, утверждалась в любви к Нему. С того времени она стала гнушаться неверующими как врагами Божьими и избежать всякого общения с Ними в беседах и на пирах, а вместе с тем отдаляться вообще от мирских удовольствий. Она решила также прекратить супружеское сожительство с мужем своим. Микдония изменить свое решение, то стал просить царя Муздия, чтобы тот послал жену свою, царицу Цартиану, уговорить Микдония не гнушаться супружеским сожитием. Царица Цартиана и Микдония, жена Каризия, были родные сестры. Царица пошла к Микдонии и спросила ее, по какой причине она не повинуется мужу. Микдония отвечала, потому что он язычник и враг Божий, а я раба единого истинного Бога Иисуса Христа и не хочу быть отверненной человеком неверующим и нечистым. Получение святого апостола Павла 1 Кор. 7-12 это не должно препятствовать продолжению супружеского общения христианки с мужем язычником, но по отношению к Микдонии и Синдике апостол Фома предъявил более строгое требование, или лучше сказать, сами они были более строгие и не пожелали брачного сожительства с языческими супругами. Это обстоятельство объясняется без сомнения тем, что только при исполнении этого требования могло состояться обращение их мужей в христианство, что и подтверждается самым исходом всего дела. Потому что он язычник и враг Божий, а я раба единого истинного Бога Иисуса Христа и не хочу быть оскверненной человеком неверующим и нечистым. Церквиана пожелала узнать, кто это Иисус Христос, которого Микдония называет истинным Богом. Тогда Микдония изложила перед ней проповедь апостола Фомы и учила ее познание истинной веры. Церквиана желая определеннее знать о Христе и лучше научиться вере, пожелала видеть самого апостола и слышать его проповедь. Посоветовавшись с Микдонией, она тайно послала за апостола, но призвавшие его обе умоляли наставить их на путь истинный. Он же, проповедуя им Христа, просветил их светом веры, а мы купили святого крещения и научил их хранению заповедей Божьих и всяким добродетелям. Терквиана и Микдония, запечатлевшие сердце своим все, что им было сказано, согласились обе служить Господу в чистоте и не сообщаться с мужьями своими, как с неверными. Апостол уже силой Божией продолжал творить многофильственные чудеса и исцелять всякие недуги. И многие, не только из простого народа, но даже из царских придворных, видя знамения, совершаемые апостолом и слушая его учения, обратились ко Христу. Один из сыновей самого царя по имени Азан уверовал и крестил своего апостола. Ибо сам Господь действовал через апостолов, умножая церковь своей и распространяя славу имени своего. Царица Тертиана, возвратившись от Микдонии, пребывала в молитве и постей и продолжала отказываться от спадского сожительства с мужем своим. Царь, удивившись такой перемене в жене своей, сказал другу своему Коризию, «Желаю возвратить тебе твою жену и я потеряла свою собственную и моя стала еще хуже относиться ко мне, чем твоя к тебе». После этого царь и Коризия произвели самое строгое расследование причине такой перемены, которую они заметили в своих женах и узнали, что некий иностранец, пришлец по имени Фома, научившись вере Христовой, убедил прекратить супружеское сожитие со своими мужьями. Узнали они также, что царский сын Азан и многие служители царского дома, а также начальствующие лица и бесчисленное множество простого народа вследствие проповеди Фомы уверовали во Христа. Все это привело их в гнев и они, схватив Фому, бросили его в темницу. После этого апостол был представлен на суд царю. Царь спросил его, «Кто ты, раб или свободный?» Фома сказал, «Я раб того, над коем ты не имеешь власти». Царь сказал, «Вижу, что ты лукавый раб, убежавший от господина своего и пришедший в эту землю развращать людей и смущать жен наших. Скажи же, кто господин твой?» «Господин мой», отвечал апостол, «Господь, небо и земли, Бог и творец всякой твари. Он послал меня проповедовать его святое имя и обращать людей от заблуждения». Царь сказал, «Прекрати, обманщик, свои коварные речи и послушайте моего повеления. Как отвратил ты своей хитростью жен наших от нас, чтобы они не сообщались с нами, так снова обрати их к нам, ибо если ты не сделаешь так, чтобы жены наши снова жили с нами в прежней любви и общении, то мы предадим тебя лютой смерти». Апостол отвечал, «Не подобает рабыням Христова уметь супружеское общение с беззаконными мужьями и верующим быть оскверненными злочистивыми и неверующими». Усыхава этот царь повелел принести раскаленные железные листы и поставить на них апостола босыми ногами. Когда это было сделано, под досками вдруг появилась вода, которая и остудила их. Потом святого Фому вверг жарко растопленную печь, но на другой день он вышел из нее живым и невредимым. После этого Коризия обратился к царю с таким советом, «Заставь его поклониться и принести жертву Богу Солнца, чтобы он через тот рогневый Бога Своего, который сохраняет его невредимым в мучениях». Во всех древнейших физических религиях обогатворение Солнца играло весьма важное значение, силам небесным, так называемый сабиизм, было распространено в древности у всех восточных народов по преимуществу. Когда апостол был приведен к Идолу Солнца, то Идол тотчас растопился и растал как воск. Верующие ликовали при виде такого могущества небесного Бога, и множество неверных обратилось к Господу. Идольские же жрецы возраптали на Фому за уничтожение их Идола, и сам царь, излучайно каким бы способом его погубить. Он боялся, однако, народа и слуг своих и многих вельмов, уверовавших во Христа. Взяв Фому, царь вышел со своими воинами из города, и все подумали, что он желает увидеть от апостола какое-нибудь чудо. Пройдя около версты, царь отдал Фому в руки пяти воинам, приказал им зайти с ним на гору и пронзить его там копьями, а сам пошел в город Аксиум. Азан же сын царя и один человек по имени Сифор плакали о нем. Тогда Фома, испросив у воинов позволения совершить молитву, помолился Господу и рукоположил Сифора священником, а Азана диаконом и заповедовал им, чтобы они заботились об умножении верующих и распространении церкви Христовой. После этого воины пронзили его пятью копьями, от чего он и скончался. Сифора Азан долго оплакивали его и с честью погребли его святое тело. Вместо мусенической кончины святого апостола Фома указывает в Калурмине на одной высокой скале, а стоящей верстак шести от Малепура, куда апостол часто ходил для молитвы. По совершении погребения они сидели около могилы апостола и скорбели. И вот святой явился им, повелевая, чтобы они шли в город и утверждали братья в вере. Следуя этому повелению святого апостола Фомы, самосчествуемые его молитвами, они успешно управляли Церковью Христовую. Царжа Музи и Коризи долго мучили своих жен, но были не в состоянии склонить их к исполнению своего желания. Поняв, что жены никогда до самой смерти не будут повиноваться им, они должны были оставить их жить свободно по своей воле. Освободившись от бремени супружеского ига, женщины проводили жизнь в строгом воздержании и молитвах, служа Господу день и ночь и приносили добродетельные своей жизни великую пользу Церкви. Несколько лет спустя один из сыновей царя Музи спал в беснование, и никто не мог исцелить его, чтобы в нем, ибо в нем находился весьма лютый бес. Царь был чрезвычайно огорчен болезнь сына своего, и задумал открыть гробницу святого апостола с целью взять одну из костей его тела и привязать ее своему сыну на шею, чтобы он избавился от бесовского мучения, ибо слышал он, что святой Фома при жизни своей знал множество бесов из людей. Когда же царь хотел сделать это, ему явился в сновидении святой Фома и сказал, живому ты не верил, а от мертвого ли думаешь найти помощь? Но не оставайся в твоем неверии, Господь мой Иисус Христос будет к тебе милосерд. Это сновидение еще более усилило в царе желание открыть гробницу апостола. Отправившись к месту погребения святого музей открыл гроб, но вообще его там не нашел, ибо один христианин тайно взяв святые мощи унес к их в Месопотаме и там положил в подобающем месте. Взяв земли с того места, царь привязал ее к шее сына своего, говоря, Господи Иисусе Христе, молитвами апостола твоего Фомы исцели сына моего, и я уверую в тебя. И бес тотчас вышел из сына царского и отрок выздоровел. Тогда царь музей уверовал во Христа и со всеми своими вельможами принял крещение от священника Сифора. Великая радость овладелась сердцами верующих, ибо идолы были сокрушены, и храмы их разорены, и на месте их сооружены Церкви Христовы. Слово Божие распространялось, и вера святая укреплялась. Царь по принятии крещения каялся в своих прежних грехах, и у всех просил помощи и молитву. Преститер же Сифор говорил всем верующим, молитесь за царя Амузия, чтобы он получил помилование от Господа нашего Иисуса Христа и отпущение грехов своих. И вся Церковь молилась за царя. На том же месте, где было погребено Святое Тело Апостола, завершались по молитвам его многие чудеса во славу Христа Бога нашего. Да будет ему с Отцом и Святым Духом от нас честь и поклонение вовеки. Аминь. Последительство церковных писателей и мощи Святого Апостола Апомы впоследствии в 385 году перенесены были из Индии в Месопотамию в город Эдессу. Богу нашему слава вовеки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Наскоди 静ь, не это Kayla Я так